Всем привет! С вами снова интернет-магазин antelife.com.ua Александр, конечно же, и я добрался до модели DCL Idol X S950. Наконец-то я его протестировал, очень впечатлён, модель меня поразила. Мало того, что она имеет великолепный, шикарнейший дизайн, так ещё и внутри модель оказалась очень и очень презентабельной и с великолепной начинкой. Поставляется данная модель, как я уже говорил, в распаковке, вот в такой вот интересной коробке. Давайте смотреть комплектацию данного устройства. Вместе с телефоном в коробке поставляется зарядное устройство. Зарядка у нас на 1 А. Идёт к этой зарядке вот такой вот переходничок. Гарнитура наушники, оригинальная плёнка, бампер и USB кабель. Особого внимания заслуживает вот эта вот гарнитура, которая поставляется в комплекте бесплатно. Она имеет вот такой вот вид. Я когда сразу увидел её, сразу понял, что это очень интересная гарнитура. Не обычная, не пищалка, не такая, как у Тешелей и тому подобных аппаратов. В общем, рассказываю. Когда начал тестировать, я пользуюсь наушниками постоянно. Sennheiser CX302. Это вакуумные наушники, кто знает. И большими наушниками Sennheiser старого образца. Домашними такими, с подушечками на ушах. В общем, что я могу сказать. Именно с этим телефоном, с TCL Idol X, эти наушники звучат лучше. Как по мне, намного круче бас, намного лучше звучат. То есть, по громкости они звучат одинаково, по частоте звука они звучат одинаково. Но вот по наличию баса эти наушники звучат великолепно, шикарно. Единственный недостаток этих наушников заключается в том, что, когда вот этот штекер крутишь в этом разъеме, то он издает, скажем так, некие помехи. Мои Sennheiser не издают никаких помехов, но звучат в этом телефоне хуже. В моем телефоне я пробовал уже UG2. Вот эти вот наушники, они звучат отвратительно и вообще не подходят. С ноутбуком идти и те наушники примерно на одном уровне. То есть, однозначно, если вы покупаете данную модель, даже не думайте о том, чтобы покупать себе другие наушники. Наушники шикарные. Единственное, что мне немножко не нравится, как оно крепится в ушах и иногда выпадают. То есть, у меня немножко другого образца вакуумные наушники и сидят они в ушах намного плотнее. Конечно же, стоит начать с внешнего вида данного устройства, так как дизайн просто шикарен. В продаже имеется модель трех вариантов. У всех трех вариантов черный вперед, задние крышки бывают красными, желтыми и черными. Если честно, сомневаюсь, что черный, полностью черный вариант будет выглядеть так же изящно, как с желтой, либо с красной задней крышкой. Вот это вот вы не пугайтесь, это вот такая вот накладка. Она снимается очень довольно-таки легко. И потом крышка у нас вот такая вот красивая, чистенькая. Но я пока снимать не буду. Значит, что мы видим спереди? Спереди у нас есть три сенсорных кнопки. Они светятся, когда телефон в работе. Слева направо это назад. Меню, точнее, домой и меню. Обращаю ваше внимание сразу же на то, что функция выбора диспетчера задач в этом смартфоне вызывается с помощью кнопки меню. Далее, сверху мы видим датчик приближения, датчик освещения, фронтальная камера на 2 Мп, динамик. С этого блока у нас есть разъем под первую симку. Обе симки у нас стандарта мини. Открывается вот эта вот штучка вот такой вот кнопочкой. То есть, довольно-таки это все прикольно реализовано. Довольно-таки удобно. Закрывается она с помощью магнита. С этой стороны больше ничего нет. Сверху у нас кнопка включения-выключения, разъем под наушники. С этого блока мы видим качельку громкости и второй слот. Также он микро. По такой же системе он открывается и закрывается. Обращаю ваше внимание на то, что качелькой громкости можно разблокировать смартфон. Это довольно-таки удобно. Сзади у нас есть наша крышка, 13-мегапиксельная камера, вспышка, камера у нас с автофокусом и, собственно, вот этот вот динамик. Снизу разъем под microUSB и микрофон. Сверху тут, кстати, тоже есть второй микрофон. По поводу корпуса мне очень симпатизирует данная модель. Модель выполнена она, спереди у нас идет защищенное стекло, стекло формата Asashi Glass. Это аналог Gorilla Glass, то есть технология тоже очень крутая. Стекло не царапается. Сама модель выполнена из пластика. Вот это вот сделано как под металл, но на самом деле это тоже пластик. Обращаю ваше внимание на то, что модель имеет несъемный аккумулятор, емкость которого 2000 мАч. Про автономность данной модели поговорим чуть позже. Конечно же, стоит начать наш обзор с технических характеристик данного устройства. И давайте сразу же перейдем в программку Antutu, посмотрим, что же данный аппарат умеет. Во-первых, набирает данный смартфон 15486 и имеет вот такие вот технические характеристики. Модель мы видим, что это TCL S950, операционная система 4.2.2 Android. Full HD разрешение экрана, экран шикарный, потом покажу. 13-мегапиксельная задняя камера. Здесь у нас идет 2 гига оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной памяти. Почему пишет смартфон, что у нас якобы 26, не понимаю, не знаю. Процессор у нас 4-х ядерный, MTK6589T, турбирован. Каждое ядро с максимальной частотой, которая только может быть для этого процессора, 1508 МГц. Стандартный графический процессор PowerWare SGX 544 MP. Плотность пикселей 480 DPI. Это очень классный результат. Мультитач, естественно, есть. Все основные характеристики, то есть все датчики, здесь все указано, но про датчики чуть позже. Фронтальная камера у нас на 2 Мп. Идем вот сюда, смотрим, сколько у нас точек касания на экране, а точек касания у нас 10. Сам экран я тестировал. Расскажу пока на данном этапе только то, что никаких битых пикселей, никаких засветов на экране я не увидел. Так, Z-Device Test, в котором мы посмотрим, какие же датчики есть в данной модели. Есть у него GPS, Wi-Fi, Bluetooth, компас, акселерометр, датчик приближения. Есть отличная вспышка, мне понравилась вспышка в данной модели. Довольно-таки яркая. Далее, как бы тут гироскопы, но этого всего в данной модели нет. Прошивка в данной модели также очень интересна. Плюс ко всему добавляет шарма сам дисплей, который является, ну, то есть, который очень яркий, очень такой сочный и стильный. Сразу же, когда мы разблокируем смартфон, мы видим, что вот эта вот кнопка блокировки, она действует от акселерометра. То есть, как мы его делаем, он шевелится. Даже если мы будем трясти, то он будет тоже шевелиться. Сама прошивка построена нестандартно, то есть, здесь нету какого-то входа в меню, здесь все построено на рабочих столах. Версия прошивки здесь 4.2.2. Давайте это посмотрим. Мы прошили полноценный русский язык, все классно работает, все интересно, все супер. Статус-бар есть, стандартный, все тут красиво, все хорошо. Меню, обои приложения, показать скрытые приложения, настройки. Здесь все стандартно. Как я уже говорил, вот эта вот клавиша вызывает у нас меню, которое мы можем очистить и удалить. Значит, что здесь есть интересного? Во-первых, естественно, в прошивке сделано все так, чтобы смартфон работал со своей памятью. Здесь нету слота под микро-SD карточку, поэтому 16 гиг своей памяти он использует везде и без проблем. Нормальные большие игры можно устанавливать без проблем. Есть функция жестов. То есть, вот можете прочитать, что они означают. Стандартный переворот, переключение музыки встряхиванием и будильник, тоже переворотом, чтобы отключить звук. Далее, звук. Есть самые разнообразные настройки звука. В принципе, вибро-отклик, звук нажатия на экран, звук клавиш и прочее. Настройки экрана. В настройках экрана здесь такого ничего особенного нет. В принципе, выбор размера шрифта. Спящий режим. Строка состояния. Здесь мы видим все приложения, которые могут у нас отображаться. Управление батарейкой. Есть у нас энергосберегающий режим, который можно включить. И также его настройки. То есть, можно настраивать какие программы, какие приложения, что и как, чтобы смартфон с чем работал, а с чем нет. Сама батарейка у нас отображается стандартно. Тут никаких нюансов нет. По прошивке могу сказать, что прошивка сама работает великолепно. Рабочие столы абсолютно не тупят, не глючат, нигде не подвисают. То есть, работа, что ни на есть, идеальная. Это мне очень сильно понравилось. Картинки, конечно же, тоже в галерее подобранные. Это тоже все есть. Русский язык. Play Market. Play Market у нас рабочий. Сейчас мы это проверим. Покажу вам. Сейчас подключится смартфон к Wi-Fi и будет видно. Все рабочее, все прогружается, все устанавливается. Очень важным аспектом в данном смартфоне является экран. Экран здесь 5-дюймовый. Full HD разрешение. Матрица IPS. Технология OGS. Экран видно, что он максимально высоко поднят. Никаких воздушных прослоек здесь нет. А поэтому углы обзора, что ни на есть, максимальные. Запас яркости у данного экрана также довольно-таки хорош. На солнце картинка немножко выцветает, но все читабельно и юзабельно. То есть, всем можно очень классно пользоваться. По поводу углов обзора и вообще картинок. Давайте посмотрим вот эту вот картинку. Вы увидите, что углы обзора крайне максимальные. Даже сейчас видны все цвета. Экран просто, конечно, шикарный. Разработчики потрудились на славу. Сам экран, я даже читал тесты в интернете, сравнивали эти экраны. Темный фон. Отображаются все цвета максимально корректно. То есть, красный он действительно красный. Ну вот, посмотрите картинки и сделайте выводы сами. Экран один из лучших, который я видел в китайцах. Вот на процессоре MTK6589D. На любом другом, собственно. Яркость я всегда ставлю чуть меньше среднего. 40-50%, чтобы вам было комфортно видеть то, что я показываю на смартфоне. Естественно, с таким смартфоном, как данная модель, отлично работает OTG-функция. То есть, мы можем подключать флешки, мышки, клавиатуры, накопители, жесткие диски. И все отлично будет работать. Вы видели, что только что появилось это устройство, а именно флешка. Вот оно появилось, внешний USB-накопитель. То есть, с ним можно работать. Что касается производительности и вычислительной мощности данного смартфона. 2 ГБ оперативки позволяют нам одновременно запускать огромное количество любых приложений. Воспроизведение видео не доставляет смартфону никаких проблем. Можно воспроизводить видео в формате 720p. А также без проблем запускается в Full HD видео. Звук смартфона также великолепен. Как в наушниках, я уже объяснял по поводу наушников комплектационных. Так и во время воспроизведения фильмов. Все действительно шикарно. Что касается современных игр, тут не все так гладко, как хотелось бы. Так как процессор на данный момент слабоват. И с Full HD разрешением он на максимум не справляется. Но тем не менее, прошивка сделана таким образом. Так хорошо запилена под этот процессор, что практически все современные игры довольно-таки хорошо идут. То есть некоторые из них глючат. Например, Iron Man 3. Это сплошная анимация. В эту игру играть невозможно. А так, давайте посмотрим. Одни из наиболее популярных игр. Это Asphalt 8. Посмотрим GTA. И посмотрим, например, NFS Most. Asphalt 8. Демонстрирую вам настройки. Настройки здесь максимальные. Давайте смотреть непосредственно, как запускается сама игрушка. Также обращаю ваше внимание, что в данном смартфоне сейчас установлен FPS Matter, который показывает в углу количество FPS во время игры. Смотрим игры дальше. Демонстрирую вам настройки. Пришло время тестов аккумулятора и теста GPS. На форумах много говорят о том, что 2000 мАч. В данной модели этого очень мало. Но давайте посмотрим, что я вам покажу. Я тестировал эту модель по максимуму. То есть, у меня было довольно-таки много времени. В общем, смотрите. В Antutu тестере данная модель показала 495 баллов. Это, в принципе, довольно-таки средний показатель. Аналогичные модели с 2000 мАч показывают в районе 5500-600 тысяч баллов. Ой, просто баллов без тысяч. Потом я протестировал данную модель при воспроизведении видео. Видео с максимальной яркостью. И вот какой результат у меня получилось. Согласитесь, 4 часа 33 минуты для 5-дюймового Full HD смартфона с максимальной яркостью. Даже программная это была максимальная яркость. Со 100% до 3. Это очень классный результат. Обращаю ваше внимание на то, что в конце аккумулятор, скажем так, на несколько минут, на несколько десятков минут он показывает, что он еще ого-го. Но потом он очень резко падает и садится в ноль. Также после этого я тестировал данную модель уже непосредственно в максимальной нагрузке. И опять здесь мы видим шикарный результат. Это со 100% до 3. Он у меня сел за 3 часа 33 минуты. Это была Epic Citadel. То есть это в максимальной нагрузке игрушка с максимальной яркостью. Опять же в конце видим тот же результат, что он показывает, что он еще может, но потом резко он уходит в ноль. Что же касается GPS. GPS я солидарен с теми мнениями, которые я читал на форумах, что действительно в помещении, точнее не так, я тестировал его сначала в офисе, выставил под окошко, мне ничего не получилось, он довольно-таки долго стоял, и ни в какую не хотел ничего ловить. Пришел домой, поставил в окно, EPO карта у меня прогружена, я тестирую всегда GPS на горячую, и он буквально сразу же поймал очень много спутников, поймал их как в Navitel, так и через GPS тест. Поэтому GPS рабочий, с ним все в порядке, не слушайте никого, нужно правильно настраивать, а тем более на улице будет все еще более шикарно, чем в помещении. Отдельного внимания заслуживает, конечно же, камера данного устройства. Задняя камера основная, она на 13 Мп, фронтальная камера здесь идет на 2 Мп, но вот что я вам могу сказать. Во-первых, в настройке камеры здесь практически нет никаких параметров, никаких настроек. Здесь вы можете выбрать, единственное, это передняя, задняя камера, и перейти, сделать фото непосредственно, и перейти с фото на видео. 13 Мп камера, как по мне, снимает очень шикарно, великолепно работает автофокус. Я не знаю, у меня никаких нареканий на камеру вообще нет. То есть, вот вы можете видеть, как снимает. Также хочу показать вам один такой снимок. Я сидел в офисе и довольно-таки сдалека делал фотографию вот этой вот вывески. Вы видите, как далеко она находится на фото. И я вам сейчас покажу, как она сфотографировала его, вот сдалека. Что эту вывеску абсолютно можно прочесть, что там написано, и четкость изображения очень хорошая. Я не могу сейчас, мне неудобно вам сравнить эту модель с Lenovo K900. Я взял и тот, и тот телефон, сфоткал их с одного и того же расстояния, с одного и того же положения. Фотография на Lenovo K900 была по четкости, по резкости значительно хуже. Я был очень поражен. Значит, видео снимает данная камера в формате Full HD, естественно. Удивило меня то, что фронтальная камера также записывает видео в формате Full HD, и, несмотря на свои 2 мегапикселя видео, обязательно выложу в соседнем ролике на нашем YouTube-канале. Видео шикарное, когда днем, когда есть довольно-таки хорошая освещенность, видео просто шикарное. Вечером я снимал видео тоже. Я вам даже его сейчас продемонстрирую. Но вечером, конечно же, видео такого себе, средненького уровня. Но, в принципе, я не могу сказать, что снимают вечером тоже отвратительно. То есть, довольно-таки тоже хорошо видно все. Немножко, да, немножко шумит камера. Но для вечера, я считаю, для китайца это вполне шикарный результат. Вот вы это все видите. Днем ролик у меня будет вот такой вот. Сейчас просто покажу его на телефоне. Ну, а уже непосредственно в нормальном режиме вы его сможете просмотреть уже рядышком на видео. Вот такого формата. Я думаю, вы даже здесь увидите, что качество записи шикарное. Ну, и скажу сразу же несколько багов по камере. Во-первых, это отсутствие каких-либо настроек. То есть, тут установлено максимальное качество для фото, максимальное качество для съемки видео. Минусом является то, что когда я хочу во время снятия видео, либо во время снятия фото увеличить, камера вызывает у нас ошибку. Приложение галереи остановлено. То есть, возможности у нас приблизить нет. Нет, это просто глюк, это баг, это... Я не могу сказать, что это какой-то минус. В основном, то есть, нужно снимать в нормальном режиме камеры. И уже потом, если вам нужно, уже на компьютере эту фотографию увеличить. С такой съемкой вы получите максимальный результат от камеры. Фронтальная камера... Не буду делать фотографии, но скажу, что опять же, здесь есть автофокус у фронтальной камеры. Она отлично снимает текст. Вот моя рука, вот мое лицо, вот моя камера. Ну, я считаю, что все шикарно и более чем. Давайте буду подводить итоги. Купили мы эту модель на панде. 333 доллара вроде бы стоимость этой модели. Я вам скажу так. Если бы мы эту модель покупали у нашего поставщика, у нас немножко цены ниже, и там еще плюс свои нюансы, свои каналы, я бы эту модель забрал бы себе. Так, для меня модель немножко это дороговато. 2 700 гривен. Я не готов отдать за этот смартфон. Опять же, по понятным для меня причинам. Смартфон мне понравился во всех отношениях. Мне понравился дисплей, мне понравился дизайн. Смартфон по ширине достигает менее 7 миллиметров. Вот эти вот рамки, они вроде бы в интернете писали 1,75 миллиметра. То есть, они меньше 2 миллиметров. Шикарный софт, шикарная прошивка, ничего нигде не глючит, шикарный экран. Великолепная камера. Камера отличная, как фронтальная, так и задняя, основная. Фотографии тоже получаются классно. Видео вне всяких похвал. Работает UTG-функция. Шикарные наушники поставляются. Очень классный, удобный вот такой вот бампер, который я сразу одел этот смартфон. Проходил с ним 3 дня. Все шикарно, все удобно, все мне нравится. Модель однозначно заслуживает вашего внимания. Будем очень ждать эту модель, когда она перейдет на 8-ядерный процессор 6592. И, наверное, будем закупаться и будем с удовольствием продавать этот смартфон, потому что он того стоит. Одним из минусов могу сказать, что это камера, в которой не хватает настроек, и в которой нельзя увеличивать. Но это такой сомнительный минус. Минусом является то, что корпус несъемный, как по мне, при этом нету слота под microSD-карточку, хотя 16 гиг для меня будет вполне достаточно. 16 гиг это такой объем, что можно закачать туда 2 гига музыки. Это сумасшедшее количество. Можно закачать туда 3 серьезных игрушки, и при этом еще останется куча места для каких-то внутренних приложений самого смартфона. Navitel поставить, там навигацию и прочее, прочее, прочее. По поводу того, что я сказал, что минус, что это несъемный корпус. С одной стороны, это минус, что аккумулятор у нас где-то там, и поменять его не так просто, с первого взгляда. А второе, это, конечно же, монолитность корпуса. Вот это вот то, что никаких тут люфтов, никаких скрипов, никаких тресков. Тут в помине нету. Корпус просто шикарный. Плюс то, что качелька громкости у нас разблокирует. Интересная фишка с вот этим вот прыгающим значком. В общем, смартфон мне понравился. Честно, я не могу раскритиковать эту модель. Цена, я считаю, что даже цена соответствует всему заявленному, всем характеристикам. Одна из лучших моделей, которую я держал в руках на бюджетном процессоре Mediatek. На этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на наш канал. Ждем два ZTE впереди. Буду для вас снимать видео дальше. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok